1833. То есть, вы представляете, какого времени вот этот трипл. Экскурсию по небольшому залу художественного музея для министра культуры Самарской области проводит Игумен Марк. В экспозиции 40 уникальных церковных полотен, написанных художниками в конце 19-го, начале 20-го века. Сызранская школа иконописи прекратила свое существование в 30-е годы прошлого столетия. Интерес к иконам у людей появился вновь только в эпоху возрождения церкви. Но не только древние иконы 19-го, начало 20-го века здесь представлены. Здесь мы и видим уже иконы, созданные в 21-м столетии. То есть, возрождается сама школа иконописи, традиция, которые практически были утеряны. Самым известным представителем школы был уроженец Сызраня Александр Бочкарев. Его иконы отличались свежестью красок, мягкими цветами, плавными переходами от света к тени. А изюминкой был белый фон, на котором он писал лики святых. Своим творчеством Бочкарев прославил Сызрань на всю Россию. И в 1896 году был удостоен награды от императора Николая II. Часть икон мастера представлена в экспозиции, а также есть в фонде Сызранского краеведческого музея и молитвенном доме Старообрядческой общины. У нас есть замечательная возможность прикоснуться к истории Сызранской школы иконописи. Аналогов этому письму нет вообще нигде. Мы этим очень гордимся. Возродить Сызранскую школу иконописи и сделать ее похожей на прежнюю решил меценат Александр Макаров. Он организовал мастерскую, в которой сейчас работают четыре художника. Они буквально по крупицам постигают секреты и технологию сложного искусства. Возродил эту школу, открыл мастерские, собрал большую коллекцию, частную свою и коллекцию по городу. И вот сегодня мы находимся у такого исторического события, что эта школа теперь будет иметь место в продолжении. Возможность познакомиться с творчеством сызранских мастеров иконописцев появилась у жителей города и региона. Выставка открылась в областном художественном музее Самары и будет работать до 3 апреля. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События.